Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы начнем лепку головы череп, головы человеческой, головы череп. Ну и чтобы вылепить, нам нужно две программки. Две программки, это программка Скульптрис, последняя версия шестая, по-моему, да? И Пайнт, вот который открыт у меня, вот эти две программки должно у вас быть. Они обе бесплатные, вам не надо платить за них, они бесплатные, поэтому мы можем их скачать с официального сайта. И начинать заниматься. Чтобы нам начать заниматься, нам нужно, открываем Пайнт, поставить какие-то картинки, зайти в интернет, скачать картинки, и потом уже начинать что-то делать, да, создавать. У меня тут есть картинки, вот я, которые, ну я вам покажу, как, ну примерно, да, вот создаем мы, допустим. Ну вот, создаем, она в автоматическом тут, вот сюда, да, сохраняет пропорции, сохраняет пропорции, нажимаем, чтобы равномерно было. Ширина 800, 800, ширина 800, высота 619. Так, ставим ширина 800, так, вот, окей, окей, все, заготовка сделана. Ну, приблизительно, вот в автоматическом манусе делается. Так, теперь, дальше что делаем? Красим, красим, берем, нажимаем на черный цвет, можно вот здесь черный цвет, за него сделали, темный, да, и щелкнули сюда, и закрасили его черным цветом. Так, теперь что нам нужно сделать? У нас как, ну я сейчас покажу, да, вот здесь, смотрите, здесь нужно нам прикрыть, потому что здесь черный цвет, если мы выставим черный цвет, это все у нас потеряется, и мы не будем ничего видеть, вот это, вот эта вот часть, вот эту, да, нужно добавить по светлее какой-то цвет. Ну, давайте для глаза сделаем зеленого цвета добавим, вот этот угол должен быть, да, у вас, ну, сделаем его вот таким, поможем под людей, и каким цветом, зеленым, и зальем, ставим на это, заливаем, ну, можно так, можно позаниматься так, пойматься так, вот посмотреть, смотрите, тут есть регуляторы, пожалуйста, подгоняйте, какой вам цвет, он поярче может. Ну, сильно ярко, чтобы это вам глазу, глазу тоже не мешало. Да, вот так можно, да, все, намешаем, наменьшаем, уменьшаем, они передвигаются, их можно двигать дальше. Ctrl-D, выделение убирает, так, оставляем, можно, вот у вас тут журнал идет, журнал, тут слои идут, слои показывают, можно добавлять слои, потом, что делаем, берем и ищем картинку, да, картинку вы нашли, допустим, открываете, да, открыть, открываете, у меня, допустим, на рабочем столе она, на рабочий стол захожу, в эту папку, потом ищу череп, у меня скелет, так, нахожу, какие нужны мне череп, скелет, так, она не здесь, немного надо будет забраться, на другой, так, череп, скелет, так, череп, 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 вот эта картинка, так, мне вот, наверное, вот эти заготовочки, я эту нажимаю, открываю, все, берем, что, берем, нажимаем на выделение, выделили, так, нажимаем, Ctrl-C, и потом, переключаемся на это окно, и, Ctrl-V нажимаем, все, пожалуйста, появилось, ставим сюда, эту заготовочку, в угол, ну, чтобы, вот так, маленько, еще, маленько пространство было, так, оставляем, потом, заходим обратно, нажимаем, открыть, и берем, вот эту, череп, да, и открываем, вот, пожалуйста, его, также, мы выделяем, нажимаем, Ctrl-C, и потом, Ctrl-C, и потом нажимаем обратно на это окно, снимаем здесь выделение, снимаем выделение, Ctrl-D снимает, и Ctrl-V нажимаем, вот, пожалуйста, череп, да, череп появился, здесь, мы его устанавливаем, немного его делаем больше, размерности, размером чуть побольше делаем, чтобы равномерно примерно было выглядел, но вам сильно не надо, чтобы так было, пространство тут вы будете лепить, ну и все, и теперь, что, Ctrl-D выбирает выделение, все, установили картинки, дальше поехали, что дальше делаем, берем, это все сохраняем, сохраняем как, смотрим, ПНГ нам не надо, надо нам что, надо нам шпек, все, сохраняем, я сохраняю на рабочий стол, и нажимаем, а, название, название на английском делайте, нажимайте голова, на английском, голова, ну, я у меня там есть, чтобы не запутаться, двоечка, так, и сохраняем, все, голова сохранилась, мы, теперь можем, это все, убрать, 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 так, отказаться, я вышел из них, вот она, здесь у меня картинка появилась, открываю, скульптрис, и начинаем, картинку сюда, вставлять, это нажимаем сюда, так, смотрите, куда я, оптимус, потом, безграунд, он, показывает, вот эту картинку, мы ее, и открываем, и окей, пожалуйста, все, вот, зеленое окошко, пожалуйста, видно все хорошо, поэтому, поэтому, ну вот, все, установили, теперь начинаем, колесик крутится, колесиком крутите, уменьшается, прибавляется, ваш, шарик, да, на стороне, можно так делать, ну, и начинаете, его, центровать, можно здесь играть любыми клавишами, ну, не любыми, в основном, которые, вот, тоже попурышка, да, вот попурышечка, это, которые, они, вытягиваются, смотрите на них, разглаживаются, как бы, тянется линия, режется, это, это разглаживается, ну, смотрите, вон, горячие клавиши вылезают, делайте, чем может горячими клавишами, но я буду показывать, чтобы вы смотрели, и ориентируясь, а там можете уже сами, горячими клавишами делать, поехали, давайте сначала, попробуем, вот, ну, краб, да, кисть, вот, пожалуйста, она вытягивает, да, вытягивает, то есть, вы можете смотреть форму, как здесь вот форма, начнет, когда соклоны, да, так, начинаете играть, так, 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 можно так сделать, правильно, вытягивая, можно сделать, вот так, берете, направляете, кисть ставите на нее, нажали, на, на кисть драйв, да, нажали, и, пробел нажимаете, у вас появляется, то же самое, что здесь, и то самое здесь, смотрите, вы видите, шкала двигается, делаете больше, размерность, и начинаете просто стучать мышкой, да, бьете мышкой, бьете мышкой, бьете мышкой, бьете мышкой, бьете мышкой, мышкой, мышкой бьете, так, появилось много, взяли, нажали на клавишу G горячие клавиши там написано так что найдете так так ну и все начинаем выстраивать понемножку начнем сейчас строить рисовать прямо так берем на грязь и начинаем рисовать это значит у нас что это у нас ширина кисти а это глубина кисти это не надо середину ставьте это пикселя уменьшение пикселей чтобы четче изображение было но вот середину держите середина будет нормально не надо ничего больше прибавлять дальше поехали нарисуем прямо потому что можно все исправить на 100 раз все исправляется поэтому глаза рисуем глаза рисуем мы смотрим на этого объекта до приблизительно вот глаза нарисовали глаза нарисовали потом поехали дальше дальше что смотрите да но нос нос чуть выше тут да но так вот допустим конечно надо было увеличить побольше размеры ну и сама часть рта зубов где там проходит да все начинаем ну и все что вам еще надо вот пожалуйста но это шутка конечно начинаем рисовать дальше что можно сделать углублять как углублять можно вот каким способом драйв нажимаем ставим кисть на эту смотрите какая большая на пробел нажимаем регулируем видите подогнали тут прямо по месту да уже раз знаете что вот пожалуйста глазы в нашу уже нажимаем на альд на альд на альд на альд альд держите и выдавливаете альд пока держите вот у вас выдавливается в глубину то есть глубину вы сделали парту но не сильно глубоко не делайте взяли смутш разглаживает разглаживает он ток смотрите видите тут уже артефакт начинает появляться да как артефакты убрать да нам нам надо немного просто взять и чуть чуть разгладить это а как разгладить а вот пожалуйста пикселя вот они пикселя смотрите вот какие были не тронутые большие пикселя а вот пикселя какие у вас за время ваши работы кистями вот такие как пикселя это вот это ручная пикселя но бейте так чтобы освобождать чуть-чуть вот так вот освободили вы освободили пожалуйста сделали освободились в этой пиксели облегчили, если дальше будете пикселя выбивать, они будут выпрямлять вот смотрите, давайте на 10 шагов сделаем вот смотрите так, 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 так вот, в чем будет добываться и до круга так и будет будете бить и будет до круга, так что надо бить с расчетом поэтому Ctrl Z возвращаем на 10 шагов назад 10 шагов делаем все, упор дальше не идет у меня на 10 шагов но можно там настраивать, я не знаю, можно еще на больше как выйти из этого нажимаем на ту же нажали, вышли дальше поехали нос углубляем, приблизительно досмотрим, как объект здесь тоже ставим кисточку нажимаем на пробел, появляется регулятор у нас, уменьшаем приблизительно и начинаем тоже переключить на Alt нажали и начинаем выдавливать нос да, держим, пока держим Alt оно автоматически выдавливание происходит так, ну и здесь тоже что пробел нажали маленечко взяли, чуть-чуть кисточку увеличили и тоже немного можно расширить там чуть-чуть так, маленько, но чуть-чуть но, между прочим, можно, можно, знаете, поработать, конечно конечно, сможешь поработать этим кистью краб кисть хорошая вот эта кисть, да взяли, направили ее немного, вот так вот, чуть-чуть уменьшили и начинаете смотрите здесь, как включено вот кисть а если вот здесь включить оп у вас кисти не видно так что иногда смотрите а то вы раз включили а раз а у вас кисти-то нету а что такое-то, что получилось-то куда кисть? а вот, пожалуйста, раз включили и, пожалуйста, кисть появилась ну и вот это давайте там внутри вот так чуть-чуть вот смотрите на вот этот скелет череп, да головы черепа и начинаете подгонять ее ну сейчас сразу не старайтесь сначала это все можно в любое время пожалуйста сделайте и никаких у вас проблем тут немного что дальше нос там чуть-чуть смотрите где он находится вот, да сравнение какое провел сравнение, да вот провели допустим здесь мы видели ну, значит наверное выше поднять можно да это тоже можно все разгладить пожалуйста разгладили сделали так углубились тут еще посмотрели так вот, да ну, сейчас вы все потихонечку помаленечку не торопясь тут смотрите оп развернули ну, смотрите сильно тоже наклон большой, да большой наклон селишком смотрите какой покатистый сильно покатистый взяли кистью да и взяли и немного его вот вот эта кисть она самая по-моему лучшая которая придумали и растягивает вытягивает все, что перемещает ну, потом я покажу ну, смотрите ближе к цели поехали дальше ну, давайте надбровные дуги порисуем а как наисать пожалуйста вот кистью настроили на пробел нажали кисть маленько чуть-чуть уменьшили можно ну, как можно оставить ничего такого нет надбровные дуги пожалуйста сделать нос можно тут добавить часть этой носовой части да так так тут что дальше еще тут какая тут кисть глубины да так можно скосить чуть-чуть туда как бы углубить да взяли смуш разгладили разгладили погладили маленько погладили что-то порядочек мы вели дальше рисуем дальше поехали дальше 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 смотрите ну, тут блинше длиньше до длиньше А как можно А вот пожалуйста краб расы и все и aca сытовали тут подтянули тут удлинули тут обратно подтянули тут обратно вот смотрите тут суженая можно так подогнать это можно добавить тут как посмотрите вот у нас есть челюсть выдвигается пожалуйста так выдвинули здесь можно но здесь утоплено как обычно бывает головой так тут чем можно можно добавить а как можно добавить нам к этому голову да немного добавить нарастить а пожалуйста вот взяли нажали пробел увеличивали и щелчком начинаете добавлять так 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 ну какого хочет и чтоб череп такой можно добиться он шире маленького добавим кисть можно вот эти регулятор можно уменьшать он меньше будет нарачно наращивать так что вот это регулятор глубину и решили и не ширина ширина вот она а это глубина и подъем короче вашей заготовки которые вы делаете но вот дальше идем что-то не так взяли немножко смотрели тут что дальше развиваемся развиваемся смотрим там так не так так где-то исправили где-то поделали тут зубы сейчас появится но приблизительно дать для зубов тут пусть ему тут зубы она проходит и тут зубы проходят так примерно линии там на уберем и еще страшного так тут раз бог повернулись вот тут закругление идет вот смотрим здесь закругление да раз закруглили закруглили сюда вы или скулу верхнюю часть верхнюю часть мы сюда выдвинули тут уже дальше тут продолжается линия мы ее загибаем сюда сюда под эту здесь и ямку делаем и продолжаем рисовать дальше пожалуйста вот начинается и что дальше ну дальше смотрите как вам удобнее при приноровиться там как сделать нажали посмотрели удлинили так дальше что можно уменьшить маленький уменьшить ставьте кисть на это и у вас будет при нажали на пробел она прямо ходит по месту о пожалуйста так улучшение что улучшение можно будет расширить маленько так взяли чуть побольше расширили можно расширить этим удобно это по моему самая кисть такая которую удобная которая как раз развивает нас такому глазу чтобы этим пузырями то конечно если делать этими пузырями то и тут надо пристреливаться а это как бы удобно очень так посмотрим сейчас на время ну и дальше смотрим разворачиваем и уже начинает ближе к цели да что не хватает вот пожалуйста не хватает этой части верхней так ну что мы дальше делаем мы нажимаем наверно на эдэй вы смотрите который клавиши горят это клавиша симметрия когда она выключена у вас с одной стороны так что симметрия она всегда должна быть включена поэтому не пытайтесь это симметрия если вы хотите односторонне делать там что-то до конца уже когда вы все сделали и вам захотелось учета сбоку сделать тому у своей фигурки там что-то одно не две части симметрия одну часть ну поэтому симметрия всегда она включена должна быть чтобы равномерно у вас лепилась и дальше поехали что а вот уже прям преобразовалась да да и добавляем сюда ставим кисть уменьшаем вот сюда примерно ставим и уменьшаем 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 вот так вот да и начинаем наращивать можно глину включить глина сразу не поднимает высоко она примерно дает как бы наращивать если глинку убрать конечно будет быстрее вытягивать ну и тут конечно добавить вот так вот можно больше сделать тогда вам придется немного кисть увеличивать если ближе там работать да и ну пожалуйста вот вам начинаем так создавать но это все же это же можно потом будет подправить самое главное что это же не акварельные краски да не акварельные краски которые что то делаете потом уже нельзя исправить это можно всегда исправить при вашем желании нажимаем крэп уменьшаем кисть и начинаем внутри маленько там разделывать нос да вот смотрите как он здесь ну здесь перетывается борозда есть ночью добавим бороду тут еще можно что тут еще нарастить косточку носовую разделительная косточку да которая есть так ее можно как сделать посмотрели там насколько дата чуть побольше маленечко косточку да надо ее так вот все можно еще что тут добавить да только поострее сделать добавить еще так зубки считайте сколько зубок будем по отдельности в одной будем делать скульптурки отдельные зубы я покажу как можно отдельные как зубки там лепить но это времени больше затраты вы же этой скульптурой вы ее не оживите вы только можете потом в блендере там патологию там этих объекта ну на пикселя делать новые уже полигоны репатологии или как там ну правильно выразиться то есть я о чем хочу сказать мы сейчас лепим голову человеческого голову скелета и поэтому сейчас мы ну что давайте эту углубим часть так здесь нажимаем так же на это кисть потом немного нажимаем на пробел смотрим перебор подогнали ну и давай топим нажимаем держим альт и туда углубляем смотрим какая глубина но я еще раз глубоко сильно не надо потому что потому что много потом и еще артефакты начинает появляться извиняюсь так но такую средненькую глубину чтобы было углубление конечно так здесь тоже глубину нажимаем на альт держим альт и начинаем углублять эту часть так глубину делаем так потихонечку так делаем 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 вот так теперь немного это наверное надо удлинить смотрите здесь она уходит но немного можем подтянуть нажимая краб и нажимаем все и тянем тянем так вот так вот так вот так вот так вот так 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 начинаем играться смотрим а если что-то не получилось взяли с мушем разгладили увеличили может разгладить чтобы больше быстрее так здесь что у нас скуловые части смотрите как здесь да сюда сбоку посмотрели тут посмотрели пожалуйста все как говорится перед вашими глазами контрол колесиком можно двигать так контрол держите контрол не контрол извиняюсь а шифт и колесико вот так вот да да шифт и колесико можно двигать а колесиком уже крутить то есть колесико на мошке держите так дальше пошли ну чё вот смотрите пожалуйста уже начинается какой-то магия да появляется то есть любому можно научиться тут переделай сто раз можешь переделать то что ты сделал можешь еще раз переделать ничего в этом страшного нету тут можно делать и делать до бесконечности пока вы оригинал не получите а вот допустим вот я и говорю а как как допустим вернуть это все да как это все вернуть информацию да да удовлетим это разгладим сейчас я что-то перегрузился тут ну да дальше поехали ну что дальше и что добавляем здесь еще начинаем немного играть углубляться то есть это через краб вот он здесь все отключено и начинаем играть он давит вот давля самая хорошая программа можно лучше сделать то что на есть на самом деле можно переиграть любое правило и настроить на свой интерес так 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 как и он должен может его улыбчатым сделать может его просто улыбку сделать вот так вот как то изощренно control Z возвращает control Z на 10 шагов при первой установке я не знаю там регулировку можно здесь заходить в оптимус тут регулятор как можно делать я сильно не вот я знаю что как картинку устанавливать тут а более дальше то я уже извиняюсь сильно вам не буду рассказывать я показываю здесь все почти кисти которые понимаю и осознаю а там дальше я уже в этим делах я дальше как то говорю дерби еще не залезал поэтому многое как говорится если всю программу но тут больше основное это конечно уже понятно вот пожалуйста тут достроим и тут подрежем немного так это мы уберем разгладим да разгладим смуч разглаживает так это можно еще углубиться порисоваться вот так вот да смотрим куда она проходит вот она где проходит вот так вот примерно да вот от ее глубина можно разгладить разгладить внутри порядок навести убавить маленько чтобы там а извиняюсь над смушь да смушь ну нормально кисть такая получается и вот пожалуйста тут еще убрал тут это не нужно и вот уже начинает появляться объект ну что я говорю можно делать что-то фантазию проявлять дальше что начнем делать дальше сейчас посмотрим время время сейчас тоже долгое время не затягиваешь так ну и давайте на сегодня заканчиваем первый урок следующий урок продолжим и и потом еще и раскрасим то есть здесь что вылепили раскрасили и уже показали через какую-то фотографию сделали свои работки то есть это ваша работка и вы можете уже как фотографии я потом еще могу подсказать как в блендер отправить блендер тоже бесплатный можно этот фигурку отправить в блендер и уже там можно сделать как выставочную и так что друзья вот я вам показал как установить сейчас рисунок программу скульптрис потом показал сейчас показываю лепку какие кисти работают и дальше мы потом покажу как раскрасить и показать уже ваше изображение готовое всем пока удачи и хорошего настроек